Лучшие из лучших. Ансамбль «Горец» вновь вернулся домой с победой. Известный танцевальный коллектив области Житсу завоевал супер-гран-при на международном фестивале-конкурсе искусства «Оранжевый кабулетик», который проходил в Грузии. Сегодня победители встретили их родители. Свидетелями счастливого момента стала и наша съемочная группа. Восторженные крики «Ура!» и поздравления с победой. Родители, как и сами ребята, не скрывают своих эмоций. Члены ансамбля «Горец» с огромным удовольствием делятся впечатлениями от участия в международном конкурсе, да и в целом от поездки в солнечную Грузию. Сегодня мы прилетели из Грузии. Мы были в городе Кабулети. Мы выиграли супер-гран-при. Нас было много человек, 66 людей. Мне больше всего понравилось в Грузии. Это каньон и ботанический сад. Мне очень понравилось. Я еще хочу на такие соревнования поехать. Нас вот так классно встретили. Мне в Грузии больше всего понравился сам город, конкурс. Но красота этого города меня очень впечатлила. Главными целями международного детско-юношеского фестиваля конкурса «Оранжевый Кабулети» является поддержка развития искусства и обмен опытом между художественными коллективами разных стран. В этом году в творческом соревновании принимали участие более 600 артистов из Грузии, Армении, Белоруссии, России и Казахстана. По итогам состязаний ансамбль «Горец» стал абсолютным победителем, завоевав супер-гран-при. Это для меня достижение на самом деле, потому что Грузия это тоже родина, где рождаются танцы, где культура танцев, то есть это приближенные уже к этому, знаете. И как мои дети выступили, то есть у меня там 95% дети не кавказской национальности, они показали, как вообще, как нужно танцевать кавказские танцы. И все зрители, все там, кто отдыхал, это курортный город, все были в шоке, как дети казахской национальности могут танцевать и показывать такие достойные танцы именно в кавказском направлении. Из Талдыкургана на фестивале искусства «Оранжевый капулетти» отправились 66 ребят в возрасте от 8 до 18 лет. В целом в ансамбле «Горец», который сегодня широко известен публике, занимается порядка 250 детей. Работают с ребятами два художественных руководителя. Женскую половину курирует Яна Сайдулаева, мужскую Аслан Муртазалиев. В этом году коллектив отметил свой 10-летний юбилей. За это время ансамбль завоевал победы в десятках конкурсов, участие в которых было бы невозможно без поддержки родителей. Мой сын занимается в ансамбле уже 6 лет. Захотел он пойти туда сам, увидел как-то рекламу, как танцуют мальчишки. Получается, ему было 10. И мы решили его отдать. И с тех пор вот это наша вторая семья. Супер-гран-при они привезли. Мы очень гордимся, мы очень рады. Ждали их обратно. Каждый раз, это всегда как в первый раз, очень много эмоций, очень много волнений и родительских, и дети переживают. Но в первую очередь я хочу сказать большое спасибо, огромная благодарность от всех нас родителей, Аслан Саевичу и Яне Мусаевне, за то, каких детей они вырастили, за эти бешеные победы, за имя нашего города, за имя нашей страны на международном уровне. Я думаю, это большая заслуга. Для участников коллектива «Горец» это не первая победа в международном конкурсе. В прошлом году ребята завоевали супер-гран-при в Турции, а за год до этого покорили своими выступлениями зрителей в Узбекистане. Теперь копилку достижений пополнила награды из солнечного грузинского города Кабулети. А уже на следующий год ансамбль из области ЖТСУ намерен завоевать сердца жителей города Грозный, Чеченской республики. И пусть конкуренция будет серьезной. Родители юных танцоров не сомневаются, что ребята смогут выступить достойно и вновь вернуться домой с победой.